Горьковский автозавод собрал первую партию электрических газелей. Правда, с названием новинки газовцы откровенно промахнулись. Сами заводчане называют батарейные грузовики ЕНН, хотя с позиции правильного произношения это всё же ИНН. И как тут не вспомнить идентификационный номер налогоплательщика? Если отбросить нюансы написания и произношения, то суть проекта в создании универсальной электрической архитектуры. Это значит, что клиент, выбирая батарейную версию, сможет заказать технику любого формата от бортового грузовика до пассажирского микроавтобуса. Полная масса таких газелей – 4,6 тонны, а грузоподъёмность бортовых исполнений – 2500 килограммов. В движение электромобиль приводит двигатель мощностью 100 киловатт, а максимальный крутящий момент мотора составляет внушительные 310 ньютон-метров. Однако ёмкость батарей невелика – всего лишь 48 киловатт-часов. По идее, к «Газеле» этого должно хватить на 120 километров пробега. Однако по желанию заказчика будет возможна установка дополнительных аккумуляторов, и тогда запас хода увеличится примерно вдвое. К слову, название с приставкой «И» легко объяснимо. Ведь марка «Газ» перевела на электротягу не обычную «Газель Некст», а машину следующего поколения – «Газель НН». Последняя должна встать на конвейер уже через несколько месяцев. Логично предположить, что батарейные варианты появятся уже после бензиновых и дизельных. К электрической мобильности сейчас готовят все без исключения разновидности автомобилей. Так, «Мерседес-Бенц» вскоре начнёт выпуск батарейного «Акторса», который перевозчикам показали ещё два года назад. Одиночный грузовик должен одолевать на одной зарядке 250 километров. И это только начало пути грузовых «Мерседесов» через вселенную вольтов и амперов. В 2024 году должен появиться чисто электрический сидельный тягач, способный отмахать без подзарядки полтысячи верст. Но ещё раньше дальнобойного электромерседеса выйдет водородный. Проект «Жен-Эйч-2» пока представлен в виде концепта. Но уже в 2023 году экспериментальные автопоезда на сжиженном водороде начнут передавать клиентам. Благодаря двум криогенным бакам полноценная 40-тонная сцепка сможет отъезжать от заправки на 1100 километров. Кстати, в работе над топливными элементами инженеры из Штутгарта объединили усилия со шведами из Вольво. Так что водородная тема для техники дальнего боя – это действительно всерьёз и надолго. Продолжение следует...